До конца года осталось полтора месяца, а в городской казне имеются нерастраченные деньги, выделенные на реализацию программы улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений. Сама помощь заключается у нас в том, что работник муниципального учреждения, который проработал не менее года в муниципальном учреждении, в школе, в детском саду, имеет право на получение социальной выплаты в размере 150 тысяч, если он взял в ипотеку жилье. Есть и дополнительные условия для получения материальной помощи. Жилье должно быть введено в эксплуатацию не ранее 2010 года, и именно в городе Димитровграде. Кроме того, после выплаты получатель должен продолжить работу на прежнем месте еще как минимум 5 лет. Многие сотрудники детских садов и школ о такой помощи слышали, но подавать заявки не торопятся. Компенсация там не более 150 тысяч рублей, то есть возвращается на счет того, кто покупает квартиру. Может быть, дело в этом. Дело в том, что низкая такая сумма. Но проблема в том, что у нас, во-первых, это малоизвестно по городу для учителей, а во-вторых, первая взносная квартира гораздо выше, чем учителям можно позволить. А компенсация будет уже позже. Эту помощь рассчитывают оказывать еще год, но если популярностью она так и не будет пользоваться, возможно, программу пересмотрят и условия изменят. Евгения Кременская, Виталий Немов. Новости Димитровграда.